Владимирские сантехники одни из лучших в стране. Алексей Потягалов и Андрей Мичурин завоевали третье место из 100 тысяч рублей на чемпионате профмастерства лучший сантехник Кубок России. Участники-работники сферы ЖКХ из разных уголков страны. От Челябинской области до Башкирии и Ставропольского края. В этом году чемпионату 10 лет. За победу в нем боролись финалисты прошлых сезонов. Поэтому войти в число призеров было особенно трудно. Владимирцы становились лучшими в 2019 году. В этот раз на конкурсных этапах тоже старались сделать все для победы. Финальный практический этап конкурса проходил в Челябинске. Следить за работой Владимирцев родные и коллеги могли по видеотрансляции. Мы работаем в ЖКХ, весь ЖКХ в курсе, все жильцы в курсе, ну и родственники. Все-все-все, наверное, кто-то знает, все в курсе этого события. Как вас провожали, что говорили, какие напутственные слова были? Ну, занять какое-нибудь призовое место, показать себя. Напомним, один из конкурсных этапов Сантехнического кубка страны для Владимирцев проходил в одной из квартир областного центра. В конце лета Андрей Мичурин и Алексей Потягалов меняли всю сантехнику. В жилье ребенка войны пенсионерки Фаины Герасимовой. Работают очень слаженно. Даже можно стать красивым. На нее даже посмотреть. Они с полуслова принимают друг друга. Унитаз был у меня лопнутый. Хотя он прослужил только пять лет. Но у меня и умывальничек тоже был с трещинкой. В финале в Челябинске участники должны были выполнить практические задания. Они монтировали современные системы водоснабжения и защиты квартиры от потопа. Члены жюри оценивали правильность монтажа и работоспособность собранных систем. Это все неправильно. 12, а должно быть 15. По словам членов жюри, работы участников вызвали нешуточные дискуссии. Есть задания, которые действительно содержали протечку. А протечка является наиболее важным критерием при сантехмонтаже. Потому что все мы знаем, зачем нам нужен сантехник. Что случилось в аварии, это как правило протечка. И тем более на стадии монтажа это как правило не должно быть. В результате первое место на чемпионате завоевала команда из Сургута. Серебро у челябинских сантехников. Владимирцам досталась бронза. По итогам чемпионата за третье место награждается команда... Владимирский гарант, город Владимир. В одном месте у нас Закамбург. Закамбург. Выбрали, скорее всего, не тот материал. Как-то получилось-то. Ну ничего страшного. Будем учиться от своих ошибок. Не ошибается тот, тот не делает ничего. Владимирская команда отметила, что в этом году конкурс получился особенно интересным и захватывающим. К слову, победителей чемпионата поздравил известный шоумен и хедлайнер бит-квартета «Секрет» Николай Фоменко. Он даже исполнил один из хитов – песню «Привет». Я, конечно, знаю многое про сантехнику. Я вообще, так сказать, в техническом смысле достаточно подкованный пассажир. Сантехника современная. Это не просто открутил и прикрутил. Это огромное количество знаний сопутствующих. Огромное. Ну, представляете себе, сколько сегодня технологий. Вы должны, наверное, знать, каким образом все протечки, внутренние трубы, прокладки, глубины, грунты, все что угодно. Стены, закладки, промерзание – это все нужно уметь знать. Кроме того, в этом году церемония награждения победителей чемпионата впервые прошла в формате сантехбала. Участники были не в спецодежде, а в белых рубашках и бабочках. Для них устроили музыкальную и танцевальную программы. Маргарита Махрова, Шестой канал.